К столетнему юбилею системы органов ЗАГС здесь подготовлена фотовыставка. В архиве сохранились фотографии 20-х годов. На них молодожены, как и в любые времена, в торжественном наряде. Молодые мужчины во фрагах, девушки в белом платье, поскольку каждая невеста мечтает идти под венец ослепительно красивой. До Октябрьской революции было три акта, которые регистрировались в церкви. Метрические книги были о рождении, о смерти и о браке. Замечу, разводов не было. С 18 декабря, считается, отчет идет образования органов ЗАГС. С 18 декабря 1917 года вышел декрет об образовании органов ЗАГС. С тех времен в храм на венчание шли по желанию, а вот сделать запись в ЗАГСе нужно было обязательно. Причем с годами расширялся спектр госуслуг. Как изменялись наряды молодоженов. Если раньше были платья в пол, то со временем они стали и короче, и проще. Но всегда невестов в фате, их моделей тоже очень много. Современные невесты, конечно, несравнимы и неотразимы. Мечта каждой из них быть единственной неповторимой на всю жизнь. В этом году в центральном районе Сочи брак зарегистрировало более 3000 пар. Подали на развод 700. По оценке сотрудников ЗАГС ни спадов, ни подъемов в этих цифрах не наблюдается. Скорее стабильная ситуация, если, конечно, не вспоминать дореволюционные времена, когда разводов вообще не было. Зато жить люди стали дольше. Сейчас рождаемость превышает смертность. В 2017 году родилось 3,5 тысячи малышей. И родители, приходя в ЗАГС, очень тщательно выбирают имя малышу. Это уже не веяние мода. Например, когда многие девочкам давали имя София или Анна, сейчас молодые родители оглядываются на историю своей семьи. Называют детей в честь бабушек и дедушек. Сегодня не модно, а сегодня именно значение должно быть. И как-то родители очень серьезно к этому относятся. И мы это видим. То есть законодатель требует согласия родителей, чтобы оба были согласны. Допустим, присвоение имени ребенку. Участились случаи изменения неблагозвучных имен и фамилий. И это не противоречит закону. Одним словом, живут ЗАГСы вот уже 100 лет в архивных документах да книгах. Одна из них была напечатана к 95-летию. Она так и называется «Летопись органов ЗАГС Кубани», где написано, что ЗАГС – это не только марш мельдетсона. Это действительно целая история страны, города и каждой отдельной семьи.